Здравствуйте, друзья! В этом блоге я регулярно рассказываю о том, как так называемые освободители и антифашисты из ДНР и ЛНР убивают Донбасс, крушат его экономику и лишают будущего жителей этого региона. И это не просто мои эмоции, я ничего не выдумываю, не беру с потолка, я всякий раз оперирую конкретными цифрами и фактами, которые, как известно, честнее и беспристрастнее любых лозунгов. Обычно ДНР и ЛНР скрывают информацию о своих экономических показателях. Например, за 6 лет они так и не раскрыли данные о своих ВВП. То есть, на самом деле, мы не знаем, сколько там производится продукции и как эта цифра меняется из года в год. Точно так же они скрывают данные об истинной численности населения этих территорий, несмотря на то, что еще в позапрошлом году они провели перепись населения, ее результаты так и не были опубликованы. Видимо, цифры там настолько ужасные, что их просто побоялись публиковать, так как они просто докажут, что вот эти вот так называемые освободители Донбасса на самом деле изгоняют из Донбасса его население. Но, тем не менее, периодически какие-то цифры вот эти вот группировки ДНР и ЛНР все же публикуют. И в такие моменты нам становятся ясны истинные масштабы экономической катастрофы, до которой русский мир довел Донбасс. К примеру, на днях Министерство доходов, так называемое ДНР, опубликовало официальную информацию по объемам экспорта из ДНР за 11 месяцев 2020 года. Ну, понятно, что в данном случае экспорт это просто объем товаров, которые Россия, а точнее ее оккупационная администрация, вывезла с этих подконтрольных им районов Донецкой и Луганской областей. Но в данном случае для нас важно не это. Для нас важно, что в принципе эти товары на той территории произвели. И по этому показателю, взглянув на него, мы можем определить, в каком же состоянии сейчас находится славная промышленность Донецкой Народной Республики. Подчеркиваю, что это официальные цифры Министерства доходов ДНР. Предприятия ДНР с января по ноябрь прошлого года экспортировали продукцию отечественного производства почти на 50 миллиардов рублей. Об этом сегодня Донецкому агентству новостей сообщили в Министерстве доходов и сборов Республики. Общий объем экспорта продукции за 11 месяцев 2020 года составил 49 миллиардов 926 миллионов рублей, что на 18 миллиардов 104 миллиона рублей или на 26,6% ниже показателей аналогичного периода 2019 года заявили в Миндоходов. Там добавили, что в минувшем году на 15% снизились поставки за рубеж продукции углепрома, на 40% металлургической и настолько же цементной отрасли. Наибольший спад наблюдался среди филиалов ЗАО «Внешторгсервис», которые снизили объем экспорта на 45,15%. Значительные меры, по данным ведомства, на показатели повлияли действовавшие с мая по июль ограничения, связанные с COVID-19. Как видим, показатели и раньше были не очень, не дотягивали даже до миллиарда долларов. Для сравнения, подконтрольная Украине часть Донецкой области ежегодно экспортирует продукции на несколько миллиардов долларов. Ну а в минувшем году видим в ДНР просто крах и обвал. И там это поясняют ковидом, мол, все из-за пандемии. Но давайте теперь проверим, так ли это. Повлияла ли на других пандемия также катастрофически? И был ли в Украине точно такой же обвал по экспорту? Гуглим информацию и видим, у Украины также за прошлый год небольшое падение. Но за 11 месяцев 2020 года это падение всего на 3,5%. Никак не на 26,6%. А если возьмем данные за целый 2020 год, которые тоже уже опубликованы, то тут у Украины падение экспорта всего на 1,7% по сравнению с 2019 годом. То есть снижение небольшое есть, но никак не обвал на четверть, как это произошло на неподконтрольной территории. То есть провальные показатели ДНР связаны явно не с коронавирусом, а с тем, как этой территории управляют. А точнее с тем, как ее уже почти 7 лет грабят и разоряют. Мы видим, что основное падение по информации с той же ДНР приходится на внешторгсервис. То есть это те предприятия, которые захватил и отжал Курченко. И я уже многократно говорил, почему так происходит, почему там происходит обвал производства. Потому что эти предприятия, захватчики просто варварские, хищнически эксплуатируют, выжимают из них весь ресурс. При этом ничего в них не вкладывают, никаких инвестиций, никаких денег в ремонт и реконструкцию не заходят. Поэтому понятно, что ресурс этих предприятий заканчивается. Они с каждым годом работают все хуже и в какой-то момент просто остановятся. И тогда их распилят на металлолом. Вот просто в подтверждение моих слов свежие новости уже за январь этого года из Алчевска. Это город под контролем ЛНР. Вот как сейчас работает Алчевский металлургический комбинат, который тоже захватил Курченко и который контролирует его компания ВТС. На крупнейшем промышленном предприятии ЛНР Алчевском металлургическом комбинате приостановили работу 1-я и 5-я доменная печь. 2 января на Алчевском медкомбинате была остановлена 1-я доменная печь. Ранее мы писали, что 24 декабря была остановлена 5-я доменная печь. В итоге на данный момент ни одна доменная печь на АМК не работает по причине отсутствия кокса, сообщает нам сайт антифашист, который вообще-то поддерживает ДНР и ЛНР. То есть клеветать на эти народные республики ему нет никакого смысла. Понятно, что примерно такая же ситуация и на других металлургических предприятиях в Ордло, а в угледобывающей промышленности ситуация еще хуже, потому что в прошлом году боевики закрыли, затопили и уничтожили десятки шахт. То есть видим очевидное крушение экономики Донбасса, падение в бездну, деградацию, которая достигла уже таких масштабов, что скрывать ее стало совершенно невозможно. И даже сами боевики уже нехотя признают масштабы катастрофы. При этом самое смешное, что в подконтрольных им СМИ, в этих рупорах пропаганды, на подконтрольных им телеканалах, газетах продолжают писать о том, как Донецкая Республика развивается, расцветает, героически борется с бандеровцами и строит русский мир. Они рассказывают о процветании Донбасса, а на самом деле они занимаются уничтожением Донбасса. Это понятно, повторюсь, по цифрам. Есть лозунги, есть выдуманная реальность, а есть объективная реальность, которая выражается в тех показателях, которые они сами же и публикуют. Подчеркиваю, их никто не придумал, их никто им не навязал. Это их реальные цифры, которые они публикуют. И эти цифры на самом деле показывают, кто является истинным врагом Донбасса. И как видите, это не соросята и не бандеровцы, а это вот те самые профессиональные новороссы, российские освободители и прочие борцы за русский мир. Именно они сегодня довели Донбасс до этого краха. Они убивают его экономику, уничтожают его предприятия и лишают будущего его населения. Не знаю, за что они так ненавидят моих земляков, но тем не менее цифры говорят сами за себя. Поэтому, друзья, я попрошу вас как можно шире поделиться этой информацией. Это очень важно, чтобы как можно больше наших сограждан знали истинное положение вещей на Донбассе, не велись на российскую пропаганду и знали, до какого коллапса на самом деле Россия эти территории доводит. Что на самом деле творят вот эти российские освободители с Донбассом и с его населением. Поэтому давайте этим видео поделимся. Подписывайтесь на мой канал. А если вам нравится то, что я делаю, вы считаете полезными мои видеоблоги. Вы всегда можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому видео.